приветствую вас коллеги уже наверно сегодня третий раз ну так как похоже молодые вы хотите спрашивают сейчас про оффсетные капканы последние это именно через между дугами есть оффсетные зов кач они смысле вот здесь есть еще и резинка такая что друзей так скажем отдыхал смысле вообще не чувствовал более у такого нету я попадал в эти капканы ну правда перчатка потому что холода вот это у меня капкан номер 4 до фирмы фирмы виктор вот это двойка именно про эту меня спрашивали потому что она оффсетная не оффсетная потому что их не выпускает оффсетные пропилить здесь щель у меня мысль уже была не один раз вот такая потому что мне леса попадалось леса койот тоже но потом когда я помнил маленько оказалось что они у нас не оффсетные без щели запрещены я быстро убрал поэтому он у меня вот такой маленько ржавый давайте насчет прорези прорези идет 6 миллиметров так толщина дуг это очень важно я думаю на мой взгляд 12 миллиметров толщина каждой дуге теперь измерим двойку опять же толщина дуг 12 миллиметров если мы сейчас распилим скажем вот так вот эту прорезь убавиться с каждой дуги по 3 миллиметра будет короче 9 каждая дуга я вот опасаюсь насчет чего что как бы не тонковато было двойка она в принципе сам по себе очень сопливый капкан я так скажу да у меня действительно у меня леса попадала и влов зетные но у нас закон так или ты обязан проверять обязательно вот эти капканы каждые пять часов ну конечно не то время не позволяет потому что я еще и работали стараюсь поставить тоже на финансиках где я работаю смысле которые я обслуживаю форму и заодно проверяют там разницы нету ночь и ночь смотрю и у меня было вот такое я начинаю примерно в 4 утра и бывает бывает иногда что приезжаю и в 5 и в 6 вечером домой да и просто скажем так времени нету проверять бывало и ночью с фонариком ездил и когда лиса попадется вы не забудьте что у лисы очень тонкая кость если она будет дергаться скажем где-то часов десять в этом даже об взятом капкане она себе лапу тоже сломает и уйдет вот этого деваться не туда поэтому закон такой каждые пять часов ну последний лес он конечно естественно двойку не попадали тоже и лисы и койоты и еноты кстати на енота прекрасный капкан если вы хотите сделать прорезь да не обязательно 6 миллиметров сделайте чуть чуть поуже потому что я думаю дуги они их просто приведет да если 6 миллиметров я так думаю я другу подарил мы обменялись он дал пару пружин я ему пару капканов потому что его замучили скруцы попадались и до сих пор попадается где-то в год скажем штук по 15 минут точно за зиму спонсор да ну ребята просто подумайте если вдруг я не хочу пробовать потому что мне капканы пока как-то жалковато хотя использовать тоже и не могу их но здесь вы попробуйте пожалуйста напишите мне как у вас получилось что к чему здесь в этом капкане у меня было уже пару неси пару поездов и даже сама спасибо по себе вот эти дуги сами по себе дубили они уже маленько разогнулись вы не видите вот так вы если вот так посмотреть здесь нету уже горизонтальный скажем так площади да их уже повело а если распиливать ребят это каждый по своему желанию я может попробую потому что мне надо я не знаю еще штук пять наверно лежит все ничего не теряю правильно просто у меня есть возможность брать именно четверку тройку это очень серьезные капканы на лисиц на койота на волка на волка четверка тоже идет тройку на волка конечно не идет само собой и дело в том что лиса в отличие от койота типа мне такое ощущение это по моим наблюдениям она не боится боли она будет рвать до конца койот я как-то говорил мне в петлю попался койот ногтем просто ногтем даже палец не застрял просто ноготь и он никуда не ушел он там точно так же и остался лиса да она ну все видели мои видео как она прыгает дергается показываете иногда мне даже неприятно даже не хочу но это охота если ты охотишься давайте показывать им то что есть правильно берите есть есть возможность тройку на рису она прекрасно найдет и во первых намного больше вот это а блин сейчас работа называется по-русски пластинка куда они наступают ну и само собой захват намного больше как стали капканы я уже показывал результаты я думаю все видели да двойка двойка опять же проблемы я смотрю вот тут уже у меня болт уже я сам поставил потому что вот точно лапу я потерял и потом нашел в этом капкане у меня когда-то вне заяц на котором на этом видите еще до сих пор идут очень хорошие комментарии но скажем так оба барабану до фирму сказать не могу потому что за джавил маленько капканы я чищу именно железной четкой компрессором есть вот такая жужжалка ставишь на щетку и вперед и я работаю в основном без лукавиц голым руками запах скажем так остается российские леса не знаю в россии не ставил капканы потому что на это я еще не зарабатывал да да и опыта не было никакого да и сдавать не буду никуда а вот чищу капканы скажем так после сезона они становятся блестящими точно вот такие же как абсолютно новые смазываю бывает иногда если мне где-то что-то не нравится для пружины маслом и канолой канола это масло рапса рапс я не знаю есть такой в россии чуть-чуть что-то не слышала не помню что у нас такой выращивается можно и по солнечным маслом без запаха да в принципе сейчас все так обхимичили что-то похоже за многие говорят что это очень плохо влияет на железо потому что какие-то блефор и там мы забиваются ломается не туда-сюда но я помню вот я говорю буквально несколько лет назад года два-три назад я отдал другу вот такие капканы номер два ну и он мне подарил в отместку в кавычках конечно пружины на койота ну они были во-первых не обработаны мы как вместе сдавали на траппера так миссии покупали 4 уже не было наши как и в меня и он никогда их не обрабатывал и они у меня в первом сезоне сломались точно там же где идут завитке вот эти нижние на пружину вот так они у меня не накрылись ну там нам не объясняли конечно все что нам надо было знать я всегда на лето открывая пружины смазываю маслом нету разницы вот именно растительным маслом на запаха масла не каютой не лисицы не боятся им наоборот понравится и поэтому капканы чищу тоже четкой мы и смазываем слегка вот именно растительным маслом чтобы не пахло конечно масло настоящее масло я когда-то работал на масло дойке и когда-то было это давно назад лет 30 супруга вместе масса там очень пахло вот если вот такое масло на марш я думаю одни еноты куницы потом с функции естественно наберешься ну леса естественно тоже кают он чуть-чуть скажем осторожнее чем леса в принципе если ребята есть вопросы как всегда пишите я попробую объяснить если я смогу я не специалист по капканному промыслу я учусь пока только что уже лет шесть наверное и с каждым годом узнаю больше вот именно вот это есть смысл охоты и смысл канала переписка мне непонятно не объясняет кому-то непонятно молодым если смогу я объясню пожалуйста так что давайте счастливо так опять же лапки да извиняюсь я показывал где-то в каком-то видео даже двойка разницы нету как я сказал болт закрутил я уже сам потому что лапка у меня потерялась и видите она у меня идет абсолютно совсем легко ну и это опасность что попадется ворона сорока ну такого привода смотря где оставили опять же есть на дорожках не так страшно попадется скорее всего я думаю нравится вот здесь он у меня идет потуже тут еще заводской болт стоит я скорее всего поменяю тоже когда стали будут в этом году то нет потому что сейчас не отошел да и просто напросто нету времени то одно то другое малой школе снимать сейчас еще взялся за меня ряда жалко что в россии не разрешены и что их там нету это идеальная идеальная ловушка для куницы внизу и не ловил ну знаю она туда пойдет сто процентов для ногти это само собой это процентов на 200 здесь не надо никакие ящики одни как камни и пошел по лету но сейчас поставим на сайта еще посмотрим что друг если не друг а знакомый поставил у себя около улей посмотрим на результат я надеюсь я там объясню все нормально заяц посмотрим он канадский он довольно таки скажем тупой если он один раз уже трубку пробил значит он там не будут идти ну и по нему естественно идет леса это само собой все ладно ребята будут вопросы задавайте смогу отвечу не смогу простите спокойно ночи и до встречи